Да будет вся слава Господу. Аминь. Давайте будем с вами открывать сейчас обратно. Кто видел вчера картинку о том, что произвела земля зелень? Ну, нарисовал я там дерево с долларами. Можно громче сделать микрофон? Я кушать микрофон не люблю. Еще громче. Вот так. Вот так нормально? Отлично. Значит, открываем с вами книгу Бытия. Читать мы ее всю не будем. Только первые 30 глав. Тема, о которой я хотел с вами сегодня поговорить, это тема греха. Потому что с этого все началось. Давайте так, чтобы было удобнее всем говорить, не занимать время много. Читать слово полезно, но мы хотим сегодня вместить в сегодняшний день очень много всего. Кто читал книгу Бытия? Ну, хотя бы первые 3-4 главы. Окей. Значит, для тех, кто не читал. В первой главе мы читаем о том, как Бог создал небо и землю. Мы читаем о том, как Бог создал небо и землю. У многих очень возникают вопросы. Как так может быть, что Бог создал небо и землю, а потом вдруг создал солнце и луну? Не стыкуется. Кто слышал такую теорию большого взрыва? Слышали, да? Я все говорю так, что, возможно, большой взрыв и был, но он уже должен был устроить. Из ничего ничего не получается. Мы с вами все учились в школе, мы изучали законы физики. Не бывает такого, чтобы из ничего возникло что-то. И когда мы говорим о создании мира, мы говорим о том, что Бог создал мир совершенным. Потому что, если мы читаем всю первую главу, от создания самой земли до создания... Кстати, не написано, что Бог создал луну и солнце. Он сказал, что Он сделал их светильниками для неба, соответственно, для дня и для ночи. Но все, что Бог создавал на протяжении первых 7 дней, а мы не знаем, сколько длился один Божий день. Библия нам говорит, что один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Но, тем не менее, написано, что за первый день Бог создал небо и землю. Потом Он создавал, как уже вчера мы познакомились, зелень. Потом Он создавал рыбу, животных. И на последний день Он оставил самое главное. Над вот этим вот совершенным миром, который Он создал, вы помните, что все, что Бог делал, Он говорил. И увидел Бог, что это хорошо. Помните, да? Для того, чтобы властвовать над этим миром, Он создает человека по образу своему и подобию. Отсюда, может быть, и возникла идея рисовать Бога как человека, только старого, ветхого днями. Но, тем не менее, мы знаем, что Бог создал человека по образу своему и подобию. И мужчину, и женщину создал их. И дал им все. Он вдохнул в них душу и стал человек душою живою. Благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь. Населяйте землю и управляйте всем, что на ней есть. То есть, Бог создает человека для того, чтобы в этом совершенном мире совершенный человек управлял всем, что там есть. Смотрите, там не надо было тяжело работать. Земля сама производила все, что нужно. Тогда, кстати, вегетарианцы, поставьте себе плюс, тогда еще мясо не ели. Тогда еще мясо не ели. И человек жил вместе там с животными какими-то. Мы не знаем с какими. Мы знаем только про трех животных в тот момент, которые существовали. Чуть позже мы о них поговорим. И все, что нужно было делать человеку, это в послушании жить и управлять вот этой вот совершенной землей, которую мы сегодня называем раем. На самом деле это был сад в Эдеме. Эдем находится где-то здесь примерно от Средиземного моря до Ирана и от примерно Саудовской Аравии и примерно где-то там до Междуречия. Здесь находился Эдем, а где-то вот здесь находился сад. Есть предположение, что сад находился там, где сегодня Иерусалим. Вполне возможно, мы не знаем. Географически нам Господь не показывает, где он создал Эдем. Вернее, сад в Эдеме. Но он создал человека и поселил его в этом самом саду в Эдеме. И все, что нужно было человеку, делать это в послушании, управлять всем, что там происходит. И одна была единственная заповедь у Бога. От всех деревьев можно было есть, но от познания древа, ну как вот в сильно дальнем вашем переводе, который у вас на столах, написано «от древа познания добра и зла». На самом деле, если кто-то читает иврит, можете открыть и написать, там написано «Эц-даат-тов-вера». То есть дерево познания, что такое хорошо и что такое плохо. И вот от этого дерева Бог сказал не есть, всего-то навсего. И он сказал, в тот день, когда вы съедите от этого дерева, умрете смертью, написано. И вот заканчивается вторая глава, в которой все хорошо, когда Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному, и создал женщину в помощь мужчине для того, чтобы они вместе населяли эту землю. Заканчивается третья глава, и наступает развязка, вернее не развязка, а наступает зарождение сюжета всей истерной Библии. То мы говорили про Бога, про человека, про Эдемский сад, и вдруг написано, поправьте меня, если я не прав, третья глава, первый стих. «Змей же был хитрее всех животных в Эдеме». Причем тут змей, казалось бы. Но смотрите, что происходит. Ева, тогда она еще Евой не была, кстати, она была просто женщиной, а Адам просто мужчиной. Шла по саду, подошла к этому самому дереву, познание хорошо и плохо, и змей начинает говорить. Вы часто видели, кстати, говорящих змей? А здесь змей говорит. И он говорит, обратите внимание, он говорит, как адвокат. Он говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть от этого дерева? И они говорят, она говорит, да, если мы съедим от этого дерева, то умрем смертью. Он говорит, не умрете, просто вы станете похожими на богов, вы станете различать, что хорошо и что плохо. А так вы не умрете. И вот Ева соблазняется на предложение змея. Это всего третья глава, смотрите, третья глава «Бытия». Там еще 66 книг впереди. Третья глава «Бытия». Соблазняется Ева на предложение змея и делает вот что. Она берет плод. Мы не знаем, что это за плод. Есть люди, которые говорят, что это яблоко. Есть предложение, что это фиги. Линжир, как он там называется, да? Потому что потом из этих же листьев они себе сделали пояс. Она берет этот плод, пробует его и говорит, что это хорошо для еды. До сих пор словом «хорошо» пользовался только один, одна сущность во Вселенной – Бог. Только Он решал, что хорошо, что плохо. И вот Ева берет на себя полномочия Бога и говорит, что это хорошо для еды. И мало того, что она берет эти полномочия на себя, она вдруг отдает этот плод своему мужу. И Он ел и тоже сказал, что хорошо. И вот, когда они попробовали этот плод, они вдруг увидели, что то, что происходило с ними до сих пор, это совсем не то, что им хотелось видеть. Написано «И увидели, что они, наги, и сшили себе опоясание из фиговых листов. И вдруг какие-то звуки. Следите за мной по тексту, не сказали, что я там что-то придумал. Вдруг звуки какие-то. Там, известно, и услышал, а там голос Бога, который прогуливался при прохладе дня к Байдемскому саду. Обратите внимание, Он знал, что это идет Бог. Он понимал, что это не слон, не лев, не черепаха. Он знал, что идет Бог. И Он спрятался. И Он, и Женаева. И когда Бог пришел, Бог сделал вид, что Он не знает, о чем идет речь. Он говорит, «Где ты, Адам?» И Адам выходит и говорит, «Я спрятался, потому что мне стало стыдно, потому что я знак». Он говорит, «А кто тебе сказал, что ты знак?» Опять же, Бог делает вид, что Он не знает, о чем идет речь. Он говорит, «Не пробовал ли ты от дерева, которое я сказал тебе, не трогать?» И вот здесь начинается тот самый сюжет, завязывается, о котором идет речь в оставшихся 66 книгах Библии. Здесь происходит грехопадение Адама. Обратите внимание, он уже съел яблоко, он уже пришел в непокорность. И грехопадение Адама приходит в этот момент, «Следите за мной по тексту, чтобы я вам не соврал». Он говорит, он такую предъяву Богу предъявляет, и говорит, «Я?» «Я вообще ни при чем. Это жена, которую ты мне дал, она мне дала это яблоко». На современном сцене это называется «Стрелки перевел». А жена говорит, «Я? Это змей. Я вообще ни при чем». Ну, змею было не на кого показать, он знал, с кем он разговаривает. И с 3 главы 14 стиха начинается самая неприятная часть этой истории. Почему я так долго о ней говорю? Потому что, если бы не эта часть, которую я сейчас рассказал, то вряд ли мы бы сегодня с вами сидели здесь. Скорее всего, обитали бы там, в Эдемском саду. У кого Библия синяя, открывайте третью страницу. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами. «И сказал Бог змею, сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями пылевыми, и ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Вот такой приговор Бога. А дальше он говорит жене. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Такой приговор жене. Дальше Адаму он говорит. «За то, что ты послушал голосы жены твоей и ел от древа, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля». Обратите внимание. Проклята земля за тебя. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Дальше 19 стих. «В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься». И очень интересно есть место в этой главе 15 стих. Я намеренно пропустил его. Но здесь происходит, здесь Бог говорит очень важную вещь. Он говорит, чем все закончится. и для человека, и для змея. Он говорит, «Вражду положу, жене продолжают, он говорит, я вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно, имеется в виду семя, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». кто-нибудь, конечно, змея видел? Кто видел змей? Простых змей, не говорящих. Как убить змею? Проще всего убить змею, это раздавить ей голову. Потому что, куда бы вы змею не ткнули, она все равно будет жить. Даже если вы отрубите ей голову, голова будет продолжать жить. Убить змею может только одним способом, раздавив ей голову. Но, куда жалит змея? В ногу. Образно говоря, в пяту. И в этом стихе Бог говорит окончательно, чем закончится все, что натворил змей в этой жизни. Мы потом с вами, дойдя до пророка из Екиля, прочитаем, кто же такой змей, почему он вообще там появился. Но пока что мы в книге Бытия, и Бог говорит, да, ты ужалишь его в пяту. Ядовитая змея, кусающая в пяту, это смерть. Но он, тут написано, будет поражать тебя в голову, а в ивритском, в оригинале написано, он разморжит тебе голову. То есть, будет покончено со змеем. Соответственно, покончено с грехом. Для чего я все это рассказал? Потому что все, что написано в оставшейся книге Библии, начиная с 3 главы, 15 стиха и до откровения 22 главы, это программа искупления Бога, Богом земли от проклятия, которую на нее навел Адам. Я такую схему нарисовал, можете потом ее себе сфотографировать, чтобы она у вас всегда была перед глазами. в начале, может быть, был большой взрыв, может два, может три, я не знаю. Но я знаю одно, что в начале земля была безвидна и пуста. И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. А потом появились первый человек, который согрешил Адам, и он был в раю. Потом появился у Адама сын, которого звали Каин. Помните, да? Это его изгнали. Он уже был проклят, земля была проклят, на которой они работали. И был Каин, и был еще один сын, звали его Авель. И вот они оба принесли жертву Господу. И жертва Каина, жертва Авеля, простите, понравилась Богу больше, чем жертва Каина. И Каин очень сильно огорчился. И Бог сказал ему, да, ты огорчился, и в твоем сердце есть гнев, он лежит у дверей, этот грех. И он говорит, грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. То есть ты управляешь грехом, а не грех управляет тобой. Ты можешь его взять, а можешь его оставить там, где он лежит. Все в наших руках. Что пожелал сделать Каин? Как мы знаем, он пожелал взять грех, что называется, на душу, и убил своего брата Авеля. И с этого момента грех продолжает переселяться из человека в человека. Бог настолько прогневался на человека, что вся четвертая и пятая глава бытия написано и жил, и родил детей, и умер. И умер, и умер, и умер, и умер, и умер, кроме одного, которого звали Енох или Ханох на еврейском варианте. И он написано «ходил перед Богом». Слово «ходил перед Богом» и «талех бифнейлоим» на еврите, это называется, считается до сих пор безгрешностью. Вот он был безгрешен, и поэтому смерти он не узнал. Он был вознесен на небо еще при жизни. И вот земля растлилась. Земля растлилась, и на земле появилось столько греха, что у Бога просто уже не было терпения на него смотреть. И появился Ной, которого Бог полюбил и сказал, «Ты спасешься, и дом твой, потому что вы безгрешны, всех остальных знаете, что с ними произошло?» Потоп. Бог уничтожил все, что было на земле, оставив только Ноя и троих его сыновей и одного внука. И там очень интересная происходит ситуация. Вы помните, что был потоп, мы видим, что появилось второе животное, то есть до этого мы знаем, что был змей, помните? Вот некоторые говорят, там в раю жили, там кто там жили, не важно кто. Но пока что в раю мы видели только одного змея. Теперь появляется второе животное. Кто это был? Помните? Ворон, которого выпустил Ной. А потом появляется третье животное, о котором мы читаем. Это кто был? Голубь, совершенно верно. Голубь возвращается с оливковой веточкой, так романтично. И вроде бы все хорошо. Потоп уходит, выходит Ной, благословляет Бог Ноя и сыновей его. И вроде бы все с грехом покончено. Но обратите внимание, с чего началось грехопадение Адама? Вспоминайте. Земля, плод, употребляем плод, получается грехопадение. Ной, земля, он был земледельцем, помните, да? Что он выращивал? Виноград. Он выпил плода, вина, уснул. Что пришло? Грех. Грех его старшего сына Хама. И мы видим, что грех продолжает существовать в каждом поколении. куда бы мы ни пришли, даже смотрите, Лот, помните такого? Помните Лот? Это был племянник Авраама. Он жил в городе героя Содоме. Есть такой город, был такой город-герой. В чем герой? Потому что о нем все знают. Был такой город-герой, и вот он там жил, и Авраам выторговал у Бога его спасение. И он остался в живых. Но когда они выходили из города Содома, и Бог уничтожал этот город, его жена обернулась назад и превратилась в соляной стол. Но это не самое главное. Самое главное, что Ной поселился со своими дочерями или дочерьми в пещере и дочери, а? Лот, извиняюсь, поселился, спасибо, что вы слушаете, поселился со своими дочерями в пещере, и дочери все-то решили, что кроме как с отцом они потомство себе произвести ни от кого не могут. И они переспали с ним. Они переспали с ним, и у одной из дочерей родился сын по имени Муав. Помните такого? И написано и он отец Муавитянам и до ныне. Запоминайте пока что Муав. И мы видим, что грех продолжает переходить от поколения в поколение. Откуда он взялся? Помните, Бог сказал, что будет проклята земля, на которой работает Адам? Помните? У нас есть, это уже доказано, я думаю, что вам не надо объяснять, у нас есть такое вещество в организме, которое называется ДНК. И в нем есть хромосомы, гены. в хромосомах есть ДНК, в ДНК есть гены. Помните, да, такие вот гены? Если здесь гены, у нас ген нету сегодня, да? Знаете, видели? Все знают, о чем я говорю? Отлично. Так вот, если говорить вот таким вот научно-популярным языком, в каждом из нас один из этих генов, один из этих генов, это ген греха. Пардон. Когда у гена нет антигена, что происходит? Происходит болезнь, да? Вот говорят, некоторые болеют онкологией, а некоторые нет. Потому что у кого-то есть антиген, а у кого-то нет. Сегодня научились как-то генно-модифицировать все эти ДНК, но пока еще от гена греха никто не избавлял. Так вот, ген греха, он переходит из поколения в поколение. Вчера говорили про пупок, кто говорил? Наташа, по-моему, говорила, да? Вот Адам единственный, кто ходил по земле, так поднимал рубаху и говорил, а у меня нет. А остальные все, вот все, у кого есть пупок, все родились с геном греха. Вы, я, все. И наши дети продолжают рождаться с геном греха. Сейчас я скажу, куда он девается, подождите, не переживайте. Но, что делает этот самый ген греха без антигена? Давайте вспомним все грехи, такие известные, которые мы знаем. Какие у нас есть грехи, которые мы знаем из Библии? Убийство, колдовство, гнев, злоречие, что еще? Идолопок, ну это не, подождите, сгиболопок, подождите, обида, злость, что рождает все это? Что порождает все вот эти вот вещи между людьми? Вражду, ненависть друг с другом, ссоры, конфликты, зависть, опять же, да, то есть, все это порождает негативные какие-то взаимоотношения между людьми. Посмотрите, что сегодня происходит в Израиле, например. Сегодня из трех супружеских пар, зарегистрированных в этом году, до следующего года с супругами останутся только одна. Почему люди разводятся? Нет, есть разные причины, но они разводятся. В основном, почему? Если в Израиле. Если вы читали когда-нибудь Тору, там написано, если жена вдруг не угодила мужу, например, суп неправильно приготовил, поэтому можно развестись, а что нет? Запросто. В Израиле? Запросто. И люди разводятся, люди убивают друг друга. Я слышал вообще истории, когда там вомжи убивали человека за сотовый телефон или за сигарет. Просто. Жизнь человеческая ничего не стоит. Все это происходит потому, что у нас есть ген греха. Этот ген греха, у него есть один антиген. Знаете, какой? Который люди не получили. Познание, что такое хорошо, что такое плохо. Мы не знаем, что такое хорошо и что такое плохо в Божьем понимании. Мы знаем, что хорошо и что плохо для нас. Мы берем на себя ответственность судить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы говорим, вот он хороший человек, а он плохой человек. Иисус говорил, не судите по внешности, судите судом праведным. Что значит суд праведный? Если только один суд праведный, объективный, нелицеприятный, это суд Бога, потому что он единственный, кто не взирает на лица. В античной мифологии даже есть такая мадам, которая не взирает на лица, типа Фемида. Слышали, наверное? Называют богиней правосудия. То есть нет на самом деле у человека суда праведного ни о чем, ни о людях, ни о поступках. И все это потому, что один человек согрешил и передает по наследству ген греха. У Бога есть программа. Кто считает, что у Бога есть две программы? Программа А и программа Б на случай, если бы они послушались и на случай, если бы нет? Знаете такое? и у теорию? А, ты считаешь, да? То есть ты считаешь, смотри, если мы считаем, что у Бога было две программы, одна программа А, знаете, как у программиста, когда он ложится спать ночью, он ставит перед кроватью два стакана, один пустой, один полный. Полный на случай, если захочет ночью пить, а пустой на случай, если нет. То есть получается, что человек не знает, захочет он пить или нет. Смотрите, если бы создатель вселенной, который предусмотрел даже такие мелочи, как окраску насекомых, чтобы их не склевали птицы, было бы две программы. Одна на случай, если да, одна на случай, если нет. Мы ставим под сомнение вообще совершенство создателя. Кстати, такая теория существует, мы сегодня будем, наверное, о ней говорить. а не существуют такие теории, это индуизм, буддизм, это не религия, индуизм, как она называется, вот эти, которые лысые, ходят с барабанами, кришнаизм, там подвергается сомнению совершенства Бога. То есть они считают, что у Бога есть две программы, а то и три, а то и пять, на всякий случай. Это не было второй программой, конечно. Нет. Он неоднократно хотел уничтожить людей. Неоднократно. Но он ставит человека перед выбором. У него нет вариантов, он знает, что будет в конце. У него вариантов нет. Варианты есть у нас. Да, нет. Хорошо, плохо. Сделать, не сделать. Бог нам дает такую опцию, мы о ней тоже сегодня будем говорить, когда делать, не делать, хорошо, плохо, написано у нас на сердце, как программа по умолчанию. Знаете, есть в компьютере программа по умолчанию. Если, например, если веб-страницу открыть, то это веб-браузер, например. Картинку открыть, там еще там. Называется программа по умолчанию. Вот у Бога есть такая опция. Хочешь, получи такую программу, раз и навсегда. Прямо вот напишут тебе ее, запишут на жесткий диск. И она будет у тебя вся. Ты сам будешь как бы моментально вот в секунду понимать, делать, не делать, хорошо, плохо. Но не все ее принимают. Все хотят, знаете, чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. И люди думают, что если они согрешили сегодня, согрешили завтра, согрешили послезавтра, ничего страшного. А теперь представьте себе такую картину. Помните такое понятие, как жертвоприношение? Да? Сколько раз нужно было приносить жертву за грех? Раз в сколько времени? Кто помнит? Да там нет, до козла там был телец еще. Это дороже, чем козел. Один. Каждый день нужно было приносить жертву за грех. Причем, одну жертву приносил священник за грех всего народа, и каждый должен был принести за свой собственный. Представляете? А теперь скажите мне, кто из вас безгрешен? Все, у всех руки болят. То есть, мы все каждый день согрешаем. Вопрос. Что делать? Никто виноват? Кто виноват, мы знаем. Змей. Вопрос, что делать? Так вот, у Бога есть программа искупления. Давайте проследим очень интересную цепочку. Муав родился во грехе от греха или в праведности? От греха и во грехе, правда? Давайте посмотрим дальше. Муав отец всех маавитян и до ныне написан. Следующий человек, о котором мы читаем из маавитян, значимый. Как зовут? Руд? Руд или Руф в книге. Она маавитянка. Кто помнит, почему вообще мы о ней сейчас вспомнили? Она кто? Бабушка. Прабабушка, да. Прабабушка Давида. Кто такой был Давид? Царь Израиля. Смотрите, что происходит. Бог берет рожденного во грехе, приводит и делает королевский дом. Да? Давид. Кинг Давид. Кто у нас Давид? Кроме того, что он царь? Подождите. Кто такой Давид? Человек по сердцу Божьему. Что такое человек по сердцу Божьему? Как вы считаете? По слушании, да? То есть он не убивал и не прелюбодействовал никогда. Это самый большой грешник, которого вы когда-либо могли себе представить после всех этих товарищей лотов. Он был убийцей, прелюбодеем и обманщиком. Представляете? Но он при этом человек по сердцу Божьему. Теперь скажите мне, сколько планов у Бога, если он, родив его, зачав его в утробе матери, знал, что он будет прелюбодеем, убийцей и обманщиком? Сколько программ у Бога? Восемь? Одна. И вы знаете, почему он все равно остался по сердцу Божьему? Потому что, когда пришел пророк Натан и обличил его во всех его грехах и сказал, что это тебя нужно убить прямо сейчас. Это тебя нужно. Это то, что ты прелюбодействовал, то, что ты убил жену, мужа своей жены, потому что ты хотел с ней дальше продолжать жить, потому что ты обманул всех. Тебя сейчас нужно просто вместе с ней камнями у стены побить. И Давид раскаялся. То есть у нас, получается, еще одна цепочка есть, в этой цепочке вернее, есть такое слово, как покаяние. Покаяние. Если бы Адам покаялся, возможно, книга Библии закончилась бы на третьей главе Бытия. И мы бы с вами жили не здесь, а в раю. Сразу. Было бы классно, правда? Но он не покаялся. Не покаялась и его жена, но уж тем более не змей. Когда покаялся Давид, ему было не только прощено все. С ним был заключен Новый Завет. И этот Новый Завет говорит так. Бог говорит Давиду, я буду отцом того, кто спасет мир, а он будет мне сыном. Он построит храм имени моему, и он будет жить и править вечно. Все думали, что это про Соломона, потому что он построил храм. Но Соломон умер. И все на тот момент понимали, что речь идет о Мессии. Мессия, то есть спаситель, помазанник, он будет из дома Давидова, у которого прабабушка, моя ветянка, у которой начальник рода, человек, рожденный во грехе. То есть Бог способен взять грех, пусть даже самый великий, написанное, что не ложись с отцом и так далее, и сделать, превратить этого во спасение. Если он это сделал с глобальным народом, который жил здесь, на этой территории, то он может это сделать с каждым из нас сегодня. И вот проходит время, появляется еще одно действующее лицо в виде великого народа, которое Бог избирает в качестве царственного священства, которое должно показать всему народу, как нужно ходить в послушании перед Богом. Заповедь номер один, о которой сегодня мы будем говорить много. Написано «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». И говорит он Моисею, «Вы будете царственным священством у меня, избранным народом, через который благословятся все». Потому что Аврааму было обещано вот здесь, вот на этом этапе Аврааму было обещано, что ты станешь отцом многих народов и благословятся в тебе все племена земные. Мы помним, что Израиль, то есть весь дом Израиля, это потомки Авраама. Но что происходит прямо буквально через неделю после того, как вожак евреев поднимается на гору Синай, чтобы получить написанный лично Богом скрижа Елизавета? Они ставят золотого тельца и провозглашают перед ним. Вот Бог, который вывел нас из земли израильской. И Бог был готов убить весь народ. И Моисей сказал, если ты убьешь, их убей и меня. И сгладь меня из книги жизни твоей. Но что скажут другие? Это мне говорит о том, что, во-первых, Бог, он эмоционален. Он тоже может прогневаться. Согласны? Его можно уговорить. Ведь Авраам уже уговаривал Бога не убивать всех и оставить хотя бы одного праведника, то есть лота, живых. И Моисей уговорил сделать то же самое Бога. То есть грех был покрыт. Называется на иврите, вы, наверное, слышали это слово. Здесь все, кроме двоих, да, людей, израильтяне, вы слышали слово копара. Только это копара, это, ну, арцы так говорят. Правильное слово это копара. А слово копара означает покрытие. Первый раз мы это слово читаем, когда Ной создавал ковчег. Написано покрой его смолой, да, на самом деле там написано покрой его кофером. Кофер это и есть покрытие. Так вот, Моисей покрыл хипер написано грехи Израиля. Но все равно народ написан жестоковыйный, с необрезанным сердцем, пошли вслед других богов, стали блудить. И Бог сказал Еремия, открывайте, Еремия 31 глава, 31 стих, Бог через пророка Еремию говорит. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Давида и домом Израиля новый завет. Не такой, какой я заключил с ними в пустыне, когда Давид вывел их сильной рукой из Египта, из земли египетской. Потому что тот завет они нарушили написан. Хотя я верен был им до конца. А дальше очень интересная вещь, я не помню наизусть, к сожалению, но постараюсь вам процитировать. Он говорит, я напишу закон свой на сердцах их. И они будут мне народом, я буду им Богом. И самое главное, там написано, и грехов их не упомяну более. И это написано за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Теперь, когда мне местные ортодоксы говорят, новый завет это христианское изобретение. Простите, Еремия 31 глава, 31 стих. Заключу с домом Давида Новый Завет. Не тот, который заключился именно на горе Синай, в пустыне. Когда мы говорим с вами о грехе, мы говорим о том, что Бог каждый день на протяжении вот этих вот вот этих вот четырех тысяч лет заботится о том, чтобы всякий верующий в Бога не погиб, не ушел в преисподнюю, потому что Он видит, как люди грешат, как люди погибают просто, как люди заставляют с помощью вот этого вот гена греха привлекать в свою жизнь. Мы сегодня об этом будем много говорить. Вот этот ген греха привлекает болезни, всякие недуги, всякие родовые проклятия. Есть много людей, которые, вот как Игорь говорил правильно вчера, есть много людей, которые говорят, слушай, у нас в семье все по мужской линии больные тем-то, или там по женской линии больные тем-то, у нас не судьба, слышали такое? У нас не судьба, нам не суждено. Это все же не просто так сказано, потому что люди, живя во грехе, привлекают в свою жизнь все, что связано со змеем, потому что он знает, что его дни сочтены, и он пытается на свою сторону перетянуть как можно больше и навредить. Я возвращаюсь к книгу бытия. Душа у нас одна, дух у нас один, плоть у нас разная. И вот что получается. У нас есть человек, у него есть три оболочки. Оболочка первая, которая мы можем потрогать, пощупать, это его кожа, плоть, мясо. Она есть, она физическая. Если есть абсолютно здоровые люди, поднимите, пожалуйста, руку. Вот абсолютно здоровые, у которых вообще ничего не болит, вообще. Трое. А остальные еще руки болят? То есть все-таки нет здоровых людей. непосредственно. Почему я говорю с вами о плоти? Потому что Бог создал эту плоть. Написано, Бог создал из праха земного. Из праха земного. А земля у нас после грехопадения Адама проклята. Фактически наша плоть проклята. До сих пор. И даже если вы верующие в Иисуса Христа, а мы-то его кровью, сейчас мы об этом поговорим, ваша плоть проклята. В любом случае. Представляете? А теперь представьте себе, что ваша плоть проклята, и плюс ко всему и покрытия от Бога нет на это проклятие. Как чувствует себя такой человек? Плохо. Следующая оболочка, которая у нас есть, она духовная. это Дух. Он везде. Он написан в Писании, что Он параклетос, Он сопровождает нас. Вот куда я, туда и Дух идет. Вот я иду сюда, и Дух за мной идет сюда. Я туда иду, и Дух идет сюда. Просто какой Дух? От Бога есть Дух, и есть Дух от дьявола, от сатаны, от змея. И вот теперь представьте себе, что человек не имеет покрытия от Бога, не имеет защиту. То есть мало того, что у него плоть проклята, она во грехе, за ним еще ходит Дух вот этот вот сатаны. Представляете, какое удовольствие они оба получают? Классно, да? А потом рождается такая теория, что когда вот эта вот плоть умирает, Дух-то никуда не девается, рождается теория про привидение. Неупокоенная душа. Что значит неупокоенная? Душа, которая не находит покоя. Да? И появляется третья оболочка, которая называется душа. Слышали, наверное, о ней? Сегодня есть такое течение, как New Age, которые говорят, что вот, есть душа, нужна, она переходит из состояния в состояние. Сегодня Игорь будет об этом говорить. Какие души переходят из тела в тело? Чтобы просто вы понимали. Я вам сейчас не буду, я вам анонс просто делаю, сегодня вы узнаете, какие души переходят из тела в тело. Так вот, представьте себе, что у человека душа, вот эта вот, которая считается, что она должна быть спокойная, она неспокойная, она мечется, потому что она не знает ответов на вопрос, есть пустота. Слышали такое когда-нибудь? Говорили, у меня на сердце пустота, у меня душа не на месте. Это же не просто так, да, потому что у человека действительно душа мечется, она должна быть либо там, либо там, она должна быть либо в аду, либо в Божьем присутствии в небесном Иерусалиме. И вот, она не может найти силе. Вот представьте себе, у нее плоть проклята от греха. Одного греха написано в Библии, потому что через одного человека грех пришел на землю. У него дух, который не от Бога, и у него еще душа неспокойна. Как такой человек может жить вообще? Понятно, что его по ночам мучают кошмары, понятно, что у него куча болезней, понятно, что у него конфликты с женой, с детьми, на работе, тут, там, алкоголизм, зависимости всяческие, там, курение, которые противны. курение, алкоголизм, наркотики, все остальное, сексуальная нечистота, гуляют налево-направо. Послушайте сегодня, о чем подростки говорят с 13 лет, у них кроме секса вообще других тем нет, вообще нет других тем. ночные клубы, как только можно бухнуть, уже наступает время, когда показываешь удостоверение личности, а там написано бухать можно, ну, то есть 18 лет. Они идут, посмотрите, откуда они фотографии публикуют, они же только в ночных клубах, и там стоят, это водка, Red Bull, кола, виски. И как вы считаете, какое будущее будет у этого всего? Мне такое будущее не нравится. Я не говорю, что я там прям святой такой, я 25 лет курил, я 8 лет не курю, слава Господу. Я пил лет, наверное, не знаю, там 16, алкоголь в разных видах. 15 лет вообще не трогаю алкоголь. Слава Богу. А люди сегодня на меня смотрят, говорят, слушай, как ты расслабляешься? Я говорю, я не напрягаюсь. Это мое главное свидетельство, потому что я 2 года назад покаялся, 2,5 года назад. И у меня не было, знаете, люди рассказывают, я был наркоманом и избавился, я был алкоголиком и избавился, я был, я говорю, блин, я никем не был, я был простой нормальный еврей, ходил в синагогу, никого не трогал вообще. Потом я понял, что я обрел самое главное, что должно быть у человека, я обрел покой. Я перестал беспокоиться вообще. Я перестал переживать, я перестал напрягаться, нервно расслабляться. Да, курить бросил я задолго до того, как покаялся. Это не моя заслуга. Я считаю, что Господь вел меня, вот как я родился, открывайте Еремия, 1 глава, с 5 стиха. И вот как он меня утвердил в очреве, матери моей, он меня познал, он меня помазал, и он меня поставил на то место, на котором я сегодня нахожусь. Выбор был за мной. Я ведь мог сказать, когда ребята пришли на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, с бутылкой вина, красного, сухого. Я ведь мог им сказать нет, потому что у меня не было примеров питья дома, у нас никто не пил. Я ведь мог сказать нет, выбор был за кем? За мной. Я мог в 12 лет сказать, что я не буду курить? Мог. Я мог сказать 8 лет назад, что я буду продолжать курить? Мог, но я сказал, что я больше не курю? Я мог сказать 15 лет назад, что я буду продолжать пить водку? А что, она же вкусная. Это я сейчас думаю, как водка может быть вкусной? А тогда она была вполне вкусная. Но я мог сказать, буду, но я сделал другой выбор. Но это не я сделал выбор. Это программа искупления от сотворения мира до последних дней, которую создал Бог. у него нет программы Б, у него одна программа. То, что я сегодня буду стоять здесь и с вами говорить, он знал еще, когда я не родился. Более того, он знал еще, когда не родился Адам. Он об этом уже знал. И мы просто, некоторые из нас проходят через грех для того, чтобы прийти к безгрешию. А некоторые проходят через грех, и во грехе умирают. Только знаете, что происходит в один прекрасный день? Которого, кстати, никто не знает. Я не знаю, сколько он прекрасный. Наступает конец. Вот эта вот кардиограмма выравнивается в полосочку, стабильность такая. И все. Если кто-то думает, что можно молиться за души умерших, я вас обрадую. Бессмысленно. Душа, она одна. Плодь умерла, душа отошла. Куда отошла? Или в ад. Или к Господу. Но вы знаете, что произойдет, если человек не пошел по путям Господа? Его душа там и останется в аду. А теперь у меня к вам есть плохая новость. Мы все с вами учились в школе, мы знаем, что если есть ну, будем так говорить, если есть черное, есть белое. Согласны? Если есть вечная жизнь, значит, есть вечная смерть. Вот здесь написано, будет плач и скрежет зубов. Каждый день. Всю оставшуюся вечность. Почему? Потому что мы на каком-то этапе не послушались. Так вот, Бог увидел, что да, скорее всего, народ никогда не послушает его. И он сказал, я искуплю сам грехи этого народа. и второй раз за всю историю человечества, ну, известный нам второй раз, Бог становится человеком, то есть обретает человеческую плоть, рождается от Духа Святого и женщины неоскверненной. и через 30 лет крестится у Иоанна Крестителя и начинает свое земное короткое, но очень мощное служение, которое поменяло жизни больше, чем 4 миллиардов людей на этой планете, не считая умерших. и его имя Ишуа Бен Юсеф Менацерет Иисус из Назарета Сын Юсеф И он приходит в этот мир и говорит, я, как написано у пророка Исаии, открываем 53 глава 53 глава пророка Исаии «Понесу грех» Это вам одно ваше знание, прочитайте ее за ночь, она короткая. «Я понесу грех всего человечества на себе и за все грехи человечества я буду пронзен». Там написано «изъязвлен», но в оригинале это «пронзен». Написано «страдать буду добровольно и не открой уст своих». Когда его спрашивали «ты ли сын Бога?» или «ты ли царь Израилев?» он говорил «ты говоришь». Он не открывал уст своих. Мы думали, мы, евреи, которые распяли Иисуса, не надо стесняться этого говорить, да, евреи распяли Иисуса. Я думаю, что Игорь об этом скажет, что это великая тайна. И слава Богу, что они не знали, кого они распирали. Знал только один человек, первосвященник Каяфа. Если у коррупции есть имя, то его имя первосвященник Каяфа, Шимон. Но он был очень мудрым человеком. Он сказал, пусть лучше один человек погибнет за весь народ, чем потом весь народ погибнет. Только он знал, кто перед ним стоит. Остальные не знали, и слава Богу. Потому что они привели его на смерть во плоти. Во плоти. Его привязали к столбу, и римские воины, у них были плетки с пятью концами, на каждом конце были такие крючки, примерно вот такого формата, которые, как рыболовные, с засечками на конце. Каждый удар, это вырывается кусок кожи. Таких ударов ему было нанесено больше ста. Так готовили всех к крестной смерти. Потому что нужно было, чтобы с человека текла кровь, и чтобы он мучился, и все стояли, и смотрели, и распинали человека на самом видном месте, на Голгофе, прямо перед городскими воротами. Чтобы все, кто входили и выходили, видели это. Это была мучительная смерть. Люди умирали от нескольких часов до нескольких дней, вися на кресте. Их прибивали ногами к дереву с одной единственной целью, чтобы он мог дышать. Потому что висеть на руках, которые пробиты гвоздями, неудобно, поверьте мне. Я не пробовал, но поверьте мне, неудобно. Я знаю анатомию, у меня медицинское образование. Для того, чтобы ему вдохнуть, ему нужно было оттолкнуться ногами, чтобы вдохнуть, пробитыми гвоздем через пяточную кость. И так на протяжении нескольких суток. Если это была суббота, и он не умирал, ему перебивали голени, перебивали живьем. Мало того, что он живем, перебивали голени, и клали умирать просто, чтобы на кресте не висел. Нельзя было в субботу, чтобы человек висел на кресте. Гуманисты. Иисуса распяли в пятницу утром. И кровь, которая текла с креста, упала на землю. Написано в Писании, он был искушен во всем, кроме греха. И эта кровь упала на землю и омыла своей чистотой, и покрыла ее, и сняла проклятие с нее. И эта кровь, как написано в Писании, попав на землю, она омыла грехи всего человечества. От Адама до последних дней. И мы, каждый из нас, вот этой вот смертью на кресте, которая пролила кровь Иисуса на вот этот вот ген греха и сделала его больше неактивным. Но только для тех, кто принял кровь Иисуса на себя, поменяла жизнь людей. Вы, наверное, встречали здесь людей с разными судьбами. Вы уже, надеюсь, успели пообщаться. Кто-то избавился от какой-то зависимости, кто-то вернулся с того света, что называется. кто-то не дошел до того света, Игорь будет, наверное, рассказывать, не долетел. Но у него есть младший брат, который за него молился и призывал кровь Иисуса на его жизнь. И в один прекрасный день кровь Иисуса спасла его. И сегодня человек выглядит примерно вот так. У него есть плоти, которая проклята и будет проклята всегда. Она прах, в прах уйдет. У него есть плоти. Ну, я не Пикассо, поэтому простите меня, что я нарисую вот такого псевдочеловека. Ну, это такой человек. Я думаю, что всем понятно, что это человек, да? Ну, вот как-то так, да? Это плоти. Она проклята. Она больная. И Бога она вообще не интересует. Вот что вы поняли. Если кто там думает, что вот если я болею, это значит Богу не нужно. Бога не интересует ваше плоти. Его интересует ваш дух и душа. Душу вашу во время спасения вы подставляете под поток воды живой и крови Иисуса. И изнутри ваше тело, ваше плоть изнутри имеет покрытие крови Иисуса. Вот так. Вам, кстати, следующее домашнее здание. Напомните, сейчас я вам дам. И изнутри ваше, вот потому что вы рождены свыше, ваша плоть покрыта кровью Иисуса. И никакая духовная напасть, о которой мы сегодня тоже будем говорить, не сможет ее разрушить изнутри. снаружи ваше проклятая плоть покрыта кровью Иисуса. И она не дает к вам приблизиться никакому греху. Это защита. Защита от всех грехов, которые есть. В чем проявляется то, что мы рождены свыше, то, что мы под сенью Всевышнего упокоимся? В том, что к нам грех подойти не может. Мы ненавидим грех. Раньше мы грешили. Мы видели в этом нормально. Помните, есть такое понятие? Нормально. Вот сейчас в Тель-Авиве, например, проходят всякие там гей-парады и всякое прочее. Это же нормально. Ну да, каждому свое. Человек волен выбирать. Вообще-то написано, что плодитесь и размножайтесь. Я чисто физиологически не понимаю, как это может быть. Понимаете? Сегодня люди считают, что если это... Они же на меня не трогают, они же не агрессивны, они же не террористы. Ну и хорошо, что? Пусть ходят мальчики-зайчики вот эти. Чего бы им не походить? Сегодня люди ушли в грех под видом хороших дел. Мы поощряем что-то. Хорошо, да. Ну ладно, ну что, ну бывает, да. Они же не виноваты. Они же такими родились. Ну так говорят. Слышали когда-нибудь такую теорию? Они же такими родились. Да? Нифига они такими не родились. Это выбор. Все в нашей жизни вопрос выбор, кроме родителей. Родителей мы не выбираем. Родители выбирают Бог. И мы выбраны Богом, чтобы быть родителями. Бог нам доверил до совершеннолетия воспитывать Его детей. И мы в ответе за них воспитаем их в грехе или воспитаем их в праведности. Если мы их воспитываем в грехе, то они будут прокляты. Если мы их воспитываем в праведности, написано, до тысячи родов любящих. Благословляю. Если вы беспокоитесь, что ваши дети сегодня не с Господом, пока. Они еще не крещены, пока. Написано. 20 глава книги написано. До тысячи родов любящих меня благословлю. Ваши дети несовершеннолетние находятся под вашим благословением. Но когда они будут благословлены? Когда мы сами ходим с Богом. Мы, когда любим Бога. Что значит любить Бога? Кто-нибудь любил когда-нибудь? Я надеюсь, что да. У всех, видимо, руки болят, да? Я провозглашаю исцеление во имя Иисуса на ваши руки. Кто любил когда-нибудь? О, сразу исцеление. Видите? Чудеса. Когда мы любим, мы стараемся не просто повздыхать на скамейке или пообниматься. Мы еще хотим, чтобы и угодить любимому человеку. Правда? Так вот, в иврите есть очень хорошее слово, которое на русском языке звучит, может быть, странно, но тем не менее. Это хорошее слово называется Ерат Адунай. Страх Божий. Это не когда, ой, сейчас меня там покарает Боженька, там молнию в меня пустит. Нет, нет. Это пахат. А это Ерат Адунай. Это когда я боюсь разочаровать того, кого я люблю. Когда я боюсь его обидеть. Когда я боюсь сделать ему больно. Когда я боюсь сделать что-то не так. И вот это называется Страх Божий. Ну, просто на русском такого языка такого слова нет, видимо. А? Ну, в сильно дальний перевод везде пишет что-то Страх Божий. Ну, пусть будет страх. Когда я буду бояться кого-то нет благоговения, это не очень хорошее слово. потому что благоговеть можно и перед начальством. А это именно не будем обсуждать филологические особенности. Я говорю, как здесь написано. Здесь написано Страх. Я согласен, пусть будет страх. Я боюсь обидеть любимого человека. Бог — это сущность, это личность. Я боюсь его обидеть. И Библия об этом говорит. Не обижайте Духа Святого, не оскорбляйте Духа Святого, и не произносите хулу на Духа Святого. Дух Святой — часть Троицы. Об этом вчера Наташа говорила, помните, да, создадим человека по образу и подобию нашему. То есть тот, с кем говорил Бог, им как минимум двое. А еще есть Дух Божий, который носился над водой. То есть уже трое. То есть как минимум три сущности есть, да? Тринити, Троица. И Бог — это сущность. Я боюсь его обидеть. И пусть это будет называться страх. Так вот, страх Божий появляется у тех, кто ходит путями Божьими. Если у вас ничего не получается в жизни, закон Мерфи говорит, попробуйте прочитать инструкцию. Здесь немного, 66 книг. Читается за два дня. Если вдумчиво, то за три. А если жить по этому, то каждый день. И написано, любящий Слово Божие не будет пребывать во грехе, а любящий грех будет сторониться Слово Божьего, потому что тут истина. А сатана — отец лжи. Он уже наврал. И когда ко мне говорят, в фейсбуке со мной пытаются познакомиться, там говорящие цветочки, всякие кошечки, я им пишу в ответ, говорю, с меня одного змея, говорящего, уже хватило. Или меняйте аватар и имя, или не добавляйтесь в друзья. Потому что соблазн. Я просто хочу закончить. О грехе говорить можно много, можно разбирать его по косточкам. Но я хочу вам сказать одну вещь, что с тех пор, как пришел мир Иисус и кровью своей омыл наш ген греха, все, что остается нам до конца, а это семь лет скорби, тысячелетнее царство, суд. Как вы видите, две опции есть там, две. Либо вечную смерть, либо вечную жизнь. Бог говорит очень просто. Мне больше не нужны ваши жертвы. Исайя, первая глава. Курение даже противно. Да? И говорит не нужны ваши жертвы. Написано милости хочу, но не жертвы. И Библия говорит Иоанна 3,16. Значит Иоанна 3,16 Библия говорит Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо верующие в Него написано не судится. Вау. То есть у меня печать на обу или там где стоит, что я в вечную смерть не пойду. Написано, а не верующий в Него уже осужден. Потому что не уверовал в Единородного Сына. Я хочу просто благословить вас, чтобы каждый из вас сегодня подумал над тем, что такое грех, потому что такое вам вводное. Вы, наверное, слышали про такую книжку очень интересную, занятная книженца есть такая. Называется Уголовный кодекс. Слышали про такое? Автор неизвестен. Если кто-то украл миллион, он называется вор. Если кто-то украл жвачку, он называется вор. Он мог украсть одну жвачку. Одну жвачку. А быть абсолютно кристально чистым по отношению ко всему уголовному кодексу. Он будет сидеть в тюрьме. Жеглов сказал. Будет сидеть в тюрьме, потому что он украл. Таким образом, если мы соблюдаем все, но нарушаем хотя бы одну из заповедей Бога, мы становимся грешниками. А наказание за грех смерти. И только одно может нас избавить от смерти. Кровь Иисуса Христа, которую я предлагаю вам призвать на свою жизнь прямо сегодня, потому что Бог говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Пусть Господь благословит вас сегодня. Посмотрите на себя со стороны. Верующие, неверующие, Павел говорит, мы все согрешаем, все делаем то, чего не хотим. Он говорит, даже это хорошо, что мы понимаем, что мы делаем то, чего не хотим, потому что если мы не понимаем этого, это хуже, чем если мы понимаем, что мы согрешаем, потому что понимая, что мы согрешаем, мы больше этого делать не будем. Копните внутри. Каждый из нас каждый день на кого-то злится, кричит, возмущается. Не существует мелких грехов. Это такой христианский термин, мы не грешим, жвачка и миллион вор, поэтому копните в себе сегодня, посмотрите на 10 заповедей, возьмите анкеты, которые у вас есть, попробуйте посмотреть на это, знаете каким образом, помните, что все, что вы делаете за спиной у людей или в своей тайной комнате, я не говорю про тайную комнату для молитв, вы делаете на глазах у Бога, некоторые говорят, я на ночь не молюсь, потому что я уже в майке, простите, а Бог вас в душе не видит, что ли? Просто возьмите, посмотрите на все это со стороны и скажите себе, Господь, я хочу, чтобы каждый день ты вел меня своими путями, показывай мне, куда ходить нельзя, поздно просить зри, не на опасном ли я пути, сидя в пивбаре со стаканом пива в руках. Будьте благословенны. Будьте благословения. Продолжение следует...